В прошлом видео мы узнали, что давление, производимое на жидкость, содержащуюся в сосуде, передаётся в любую точку во всех направлениях. Но этот закон, закон Паскаля, применим только к внешнему давлению. Давайте рассмотрим внутреннее давление столба жидкости. Думаю, всем нам известно, что чем глубже мы погружаемся в жидкость или ныряем в океан, тем выше будет давление. Давайте разберёмся в этом поподробнее. И узнаем, каким будет давление воды или любой другой жидкости на определённой глубине. Итак, вот здесь у нас цилиндр с некой жидкостью. Допустим, это не вода, а какая-то другая голубая жидкость. И, допустим, речь идёт о планете с такой же массой, как у Земли, но без атмосферы, так что над жидкостью нет воздуха, только вакуум. Позже мы увидим, что атмосфера также производит определённое давление. Так что здесь нет воздуха, но тяготение такое же, как на Земле. Здесь есть силы тяжести, так что жидкость заполняет сосуд, начиная снизу. Ускорение свободного падения будет такое же, как на Земле. Можно представить, как будто в результате катаклизма Земля утратила магнитное поле, и солнечный ветер уничтожил всю атмосферу. Ладно, не будем думать о плохом, давайте вернёмся к задаче. Допустим, внутри цилиндра расположен кусочек тонкой фольги, равной площади сечения цилиндра. Вот он здесь. Он нужен нам только как способ определить, движется ли жидкость вверх или вниз. Эта фольга находится на некой глубине h, и поскольку жидкость абсолютно статична, этот кусочек фольги также будет неподвижно висеть в жидкости на одной и той же глубине. Что нужно для того, чтобы объект оставался неподвижным? Для этого сумма сил, действующих на него, должна быть равна нулю. В этом случае отсутствует ускорение. Если объект не двигается, очевидно, что его скорость равна нулю, это постоянная скорость, так что объект не ускоряется ни в каком направлении, и сумма сил, действующих на него, равна нулю. Сила, направленная вниз, равна силе, направленной вверх. Чему же в этом цилиндре будет равна сила, направленная вниз? Она равна произведению веса жидкости над фольгой, ведь раз есть тяготение, у воды должна быть определенная масса. Правда? Сила, направленная вниз, равна произведению массы и ускорения свободного падения. Давайте попробуем ее вычислить. Сила, направленная вниз, равна силе, направленной вверх, и равна произведению массы воды… Итак, масса воды перемножается на ускорение свободного падения. На самом деле, я не собирался говорить про воду. Давайте изменим обозначение, пусть это будет любая случайная жидкость. Тогда сила равна произведению массы жидкости и ускорения свободного падения жи. А как узнать массу жидкости? Здесь нам понадобится такое понятие, как плотность. Думаю, вы представляете, что оно означает. Это сколько чего-либо в данном объеме или какова масса этого объема. Это определение плотности. Это понятие обозначается буквой ρ. Возьму другой цвет. ρ похоже на «p». Это обозначение плотности. И ρ у нас равняется отношению массы к объему. Она измеряется в килограммах на кубический метр. Это плотность. Я думаю, очевидно, что если взять кубический метр свинца… А плотность свинца больше, чем, скажем, зефира. Так что если взять кубометр свинца, его масса или вес в гравитационном поле будет значительно больше, чем масса кубометра зефира. Помните такой вопрос с подвохом? Что легче, килограмм перьев или килограмм свинца? Конечно, они весят одинаково. Вопрос только в объеме. Кубометр свинца будет весить значительно больше, чем кубометр перьев. Теперь, когда мы имеем представление о плотности… Давайте вернемся к задаче. Итак, сила, направленная вниз, равна произведению массы жидкости и ускорения свободного падения. Какова же масса жидкости? Можно взять вот эту формулу. Плотность равна масса умножить на объем. Соответственно, масса равна плотность умножить на объем. Я просто умножил обе части выражения на объем. В этой ситуации сила, направленная вниз, равна, заменим вот это на это. Масса жидкости равна плотность жидкости умножить на объем жидкости. Пора отказаться от этих индексов и умножить на силу тяжести. А чему равен объем жидкости? Объем – это произведение площади поперечного сечения цилиндра на его высоту. Обозначим площадь сечения как А. А – это площадь кусочка фольги, плавающего в воде. Вот этого. Итак, сила, направленная вниз, равна плотности жидкости, я перестал подписывать индексы, умножить на объем. Итак, еще раз, сила, направленная вниз – это произведение плотности жидкости на объем. А объем – это произведение высоты на площадь сечения сосуда. Так что ρ умножаем на высоту, на площадь и на силу тяжести. Силу тяжести. Отлично. Теперь, если бы мы знали плотность, высоту, площадь сечения и ускорение свободного падения, мы могли бы вычислить силу, направленную вниз. Это довольно интересно. Но давайте попробуем вычислить давление, потому что это был исходный вопрос. Каким, например, будет давление в глубине океана? Это сила, а какое давление производит жидкость на плавающую фольгу? Оно равно отношению силы к площади фольги. Итак, возьмем силу, разделим на площадь, равную а, и посмотрим, что получится. Разделим обе части выражения на площадь. Давление жидкости или p с индексом d. p с индексом… с индексом d. Подписали. Давление, направленное вниз, в этой точке равно… помните, оно должно быть таким же, как давление, направленное вверх, потому что силы, направленные вверх и вниз равны, и они действуют на одну и ту же площадь. Давление будет равно отношению силы, направленной вниз к площади. Это равно вот этому выражению, деленному на площадь. В конце концов, можно избавиться от площади. То есть это равно ph… а… g разделить на а. Мы избавляемся от а в числителе и знаменателе. Так что давление равно произведению плотности, жидкости, высоты, столба или глубины и гравитационной постоянной, то есть phg. Как уже говорилось, давление, направленное вверх, равно давлению, направленному вниз. Но откуда это известно? Потому что силы, направленные вверх и вниз равны. Если бы сила, направленная вверх, была меньше, кусочек фольги ускорился бы вниз. Тот факт, что он неподвижен, позволяет установить, что силы, направленные вверх и вниз равны. Так что одинаково и давление, направленное вверх и вниз. Давайте приведем пример. Если бы я был на этой планете, и это была бы вода, а плотность воды будет… Лучше запомнить эту величину… Тысяча килограммов на метр в кубе. Допустим, здесь нет атмосферы, и я собираюсь погрузиться на 10 метров под воду. Какое давление я буду испытывать? Моё давление будет равно плотность воды. Это тысяча килограммов на кубический метр. Убедитесь, что единицы измерения верны… У нас заканчивается место, так что я не записываю их. Умножить на высоту 10 метров и на ускорение свободного падения. Это 9,8 метра на секунду в квадрате. Хороший способ убедиться, что все единицы измерения на месте. Это 10 000 умножить на 9,8, так что давление будет равно 98 000 паскалей. Не так уж много, хотя выглядит как большая величина. На самом деле, это меньше одной атмосферы, что соответствует, я полагаю, давлению на уровне моря где-нибудь во Франции. Итак, до встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok